Это только шоу-будни здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Кстати, слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by. И готов представить сегодняшнего гостя, это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич. Доброе утро, друзья. Ну что ж, на данном этапе эхо вот такого страшного, скорбного дня. Это день всенародной памяти, жертв Великой Отечественной войны, киноцида белорусского народа. Действительно, еще мы чувствуем вот эту боль, которая 22 июня как-то по-особенному в нашей стране. Действительно, с какими-то новыми мероприятиями, с новыми какими-то акциями. Сейчас на данном этапе можно говорить о том, что все-таки эта дата приобретает все больше и большее значение для каждого белоруса, несмотря на то, что, скажем так, времени с этого момента проходит все больше. Вот благодаря чему это происходит, Олег Сергеевич? Ну, во-первых, на самом деле, эта дата, она все-таки была в памяти наших белорусов. На самом деле, мы ее никогда и не забывали. Это правда. Благодаря тому, что сохранили историческую память, не позволили переписать историю Великой Отечественной войны. Это планомерная работа государства. Второй момент, что в последние годы мы еще больше стали уделять этому вниманию, понимая, что когда в отношении нас развязали гибридную войну, обложили санкциями, террором, экстремизмом, попытались уничтожить нашу государственность, мы вот эти даты еще больше стали чтить. Люди стали еще больше вокруг этих дат объединяться, еще больше понимать, что это такое. И актуально же. Вот 22 июня, но сейчас актуально. Ведь тогда мы, многие верили, что никто никогда не нападет на Республику Беларусь, тогда на СССР, на БССР. Никто не верил, что вот это может так произойти, вероломно. А сегодня мы должны это помнить, что больше это никогда не повторилось. И мне помнятся слова президента, когда он сказал, мы вам больше не поверим, что вы нам не угрожаете. Мы готовы вести диалог, разговаривать, мы миролюбивые, но мы больше не поверим. Мы всегда исходим из самого худшего сценария, вооружаясь, укрепляя свою обороноспособность, укрепляя свое государство. Мы всегда исходим из худшего, чтобы быть всегда собранными и готовыми к любому развитию событий. И поэтому 22 июня актуально как никогда. Оно как никогда актуально. И чтобы это 22 июня не повторилось, чтобы больше никогда не бомбили белорусские города, чтобы больше никогда не застали нас врасплох ночью, когда мы спим, вот так напав на страну, а это возможно, мы и будем эту дату помнить, чтобы всегда быть сильными. Но и помнить подвиг наших дедов, прадедов, помнить о том, что фашисты, придя сюда, на белорусскую землю, тогда в составе СССР, увидели, что победы не будет легкой. А некоторые генералы писали уже после того, что произошло в Брестской крепости, что мы, наверное, не победим. Такого сопротивления мы никогда не встречали. Такой партизанской борьбы, когда каждая руина стреляла в немцев. Это подвиг, это то, на что способен наш народ. Мы должны помнить это, чтить, и такая дата всегда будет святой в нашей истории. Ну что ж, еще одна дата. Это дата начала операции «Багратион», потому что мы встречаемся с вами, знаете, на стыке двух дак. Вот начало операции «Багратион», и уже, конечно же, 3 июля совсем скоро в нашей стране будет отмечаться. И вот на данном этапе действительно внимание к таким важным деталям нашей истории тоже оправдано, да, потому что, по большому-то счету, вот такая операция «Багратиона» — своеобразный советский «Близкриг», который продемонстрировал то, что, вот вы уже говорили на старте эфира, что, скажем так, увидели немцы, что победы быстрой не будет. Вот, и опять же, эту операцию некоторые называют это возмездие за поражение Красной Армии в Белоруссии, трагедии, которая здесь произошла летом 41-го года. Вот почему и такие исторические вехи, опять же, в нашей стране ценятся? А потому что это еще и борьба за подлинную свободу и суверенитет. Суверенитет — это не когда в Верховном Совете собрались депутаты, которые продали свою родину, развалили СССР, и приняли декларацию о независимости. Это не суверенитет. Это, знаете, праздновать даже нечего. Развал страны, уничтожение государственности, нищета, голод, потеря геополитического влияния какого-то, продажа Западу все, что есть. Начался тогда этот процесс во всех странах постсоветского пространства. Подлинную суверенитет наши деды, отцы добывали там, во время операции «Багратион», когда освобождали землю от захватчиков, от вторжения, от убийц, от фашизма, от негодяев, которые топтали нашу землю тогда. А правда это борьбой с большевизмом. А до этого борьбой с царской Россией. А сейчас ради демократии. А тогда, когда депутаты принимали декларацию о независимости, они узаканивали вторжение в страну. Пожалуйста, добро пожаловать, западные советчики. Учите нас демократии. Привезите нам гуманитарную помощь. Научите нас строить страну. А мы вам продадим за бесценных предприятия. Отдадим землю. Это суверенитет. Это свобода. Нет. Вот тогда наши отцы и деды боролись за свободу. Тогда, когда началась операция Багратион. И в 41-м, когда они в лесах голодали, но боролись с фашизмом, когда создавались эти партизанские отряды. Вот борьба с суверенитетом. Вот подлинная независимость. Вот что должна праздновать Украина. Вот что должна праздновать Прибалтика. А не бред, который произошел в 91-м году. Это наша позиция. Моя позиция. Позиция большинства белорусов. Поэтому у нас и День независимости приближается. 3 июля напрямую связан с этими событиями. Освобождение нашей страны. Освобождение от фашизма. Вот он суверенитет. Когда белорусы стали решать свою судьбу. Когда мы освободились от этого. Поэтому мы все эти даты чтим. И будем чтить. И детей учить. Чтобы они в школе знали, что такое настоящая борьба за свободу. Вот она борьба за свободу. А не декларации в Верховном Совете. И какие-то БНР. Когда там Кайзеру письма писали. Слушай, дорогой Кайзер. Значит, мы целуем тебе сапоги. Хотим быть с тобой. Это не борьба за независимость. Вот там была борьба за независимость. Там. На белорусской земле. Когда в Минске не осталось ничего. А потом еще наши предки, деды отстроили все. Вот мы ходим по этим улицам Минска. Приезжают иностранцы. Они говорят, какой красивый Минск. А давайте напомним им, что ни черта не было. Все. Стерли с лица земли. Фашист. Остался дом правительства. Еще там несколько зданий. Вот где там депутаты сейчас заседают. Правительство заседает. Вот я горжусь, что работаю в этом здании. Это же историческое здание. Историческое. Мы вот чтили депутаты в субботу, 22 июня, собрались в овальном зале парламента, чтили депутатов первого созыва Верховного Совета БССР. Погиб каждый третий. Пропали без вести. Эти депутаты пошли защищать свою страну с оружием в руках. И еще и сессии проводили. Еще бюджет принимали. Вы понимаете, вот история какая у нас. Чем гордиться-то можно. И мы должны это напоминать. Вот те депутаты первого созыва боролись за суверенитет страны. А те, кто заседал в 91-м Верховном Совете до 96-го, пока Лукашенко референдум не привел, это предатели, предавшие свою страну. Не все, но большинство. Все те, кто голосовал за распад СССР. Все те, кто радовался, что страна разрушилась. Все те, кто меняли символы, значит, на чуждые нам. Все те, кто радовались визиту сюда Клинтона, продавали родину, распродавали страну, это предатели. Никакого отношения к борьбе за независимость они не имеют. Все эти позняки, Шушкевичи, Калякины и прочие товарищи, которые заседали в Верховном Совете. Кстати, вот то, что касается борьбы за суверенитет, Олег Сергеевич, вот не хочется проводить параллели, но тем не менее, ведь по большому-то счету и то, что сейчас происходит, опять же, в подготовке наших вооруженных сил, в использовании наших вооруженных сил, ведь это тоже уже такой процесс борьбы за независимость. Понятно, что пока он в такой, скажем так, форме, которая предвосхищает, не дай бог, конечно, катастрофические события, но тем не менее, можно говорить о том, что сейчас новый виток, очередной виток борьбы за независимость. Я бы сказал больше, сегодня то, что Беларусь суверенная и независимая, это спасает нас от войны. На самом деле, это единственное спасение от войны, это суверенитет. Если бы Украина была суверенной, не было бы этих событий, не было бы СВО, не было бы гражданской войны, которая развязалась в 2014 году, и сегодня бы давным-давно начались переговоры о мире. То же самое и здесь. Если бы Беларусь не была суверенна, давным-давно бы втянули. Втянули за месяц бы военные действия, и бы здесь уже все полыхало. Если бы в 2020 году, например, госпереворот удался, об этом мы много раз говорили, повторим еще раз, уже сегодня бы здесь был театр военных действий больше, чем на Украине. Потому что значимость геополитической Беларуси для Запада, для размещения ракет американских на территории Беларуси выгоднее, чем на Украине. То есть здесь их надо размещать. Чтобы бить по России, американцам выгоднее бы размещать ракеты здесь, на территории Беларуси. Было бы легче бить Смоленск и дальше. Почему немцы такой сильный удар нанесли по Беларусь в 41-м? Очень выгодная геополитическая позиция идти на Россию. Очень выгодно. Поэтому здесь бы стояли ракеты. Соответственно, здесь надо было бы истреблять население. Потому что гражданская война бы была. Поэтому здесь бы было уже все полыхало. Поэтому сегодня усилия президента государства по укреплению обороноспособности, по укреплению армии, по размещению оружия современного, по укреплению границы, по постоянному принятию необходимой нормативно-правовой базы, современной в этом направлении. Ведь война меняется каждый месяц. И наша армия меняется каждый месяц. Это очень хорошо. Направлено на одно. Уберечь нас от войны. Спасти от этих всех событий, которые происходят вокруг Беларуси. Предотвратить это. И суверенитет основа этого. Основа. Поэтому четко надо, чтобы каждый белорус понимал. Любые попытки Запада, когда мы слышим, запомнить надо раз и навсегда. Как только Запад говорит, что где-то выборы недемократичные, начинает какую-то страну критиковать за права человека, за свободу, надо всегда смотреть в суть событий. Значит, эта страна им для чего-то нужна. Либо там нефть есть, которую надо прикарманить, забрать. И не дают. Надо смотреть. Критикуют, значит, нефть не дают. Газ не дают. Полезные ископаемые не хотят по какой-то цене продавать. Посмотрите, Саудовская Аравия сказала, что истек контракт 50 лет продажи за доллары нефтепродуктов. И сказали, будем продавать за юаней, за другую валюту. Что сразу сделали американцы США? Начали обвинять Саудовскую Аравию в терактах, которые совершились 11 сентября. А до этого почему не обвиняли? Потому что нефть продавали. То же самое, если другую страну начинают критиковать какую-то, Беларусь еще кого-то, значит, либо она нужна геополитически, чтобы отвернулась от России плацдарм сделать, либо у нее есть какие-то природные богатства. Что касается нашей страны, есть и природные богатства, земля, которой нет у стран Европы, им хочется больше земли. И надо, чтобы нас оторвать от России. Вот вся борьба за демократию и свободу. Вот. И посмотрите, в России произошли страшные теракты. Искренние соболезнования российскому народу. Все белорусы с ними. В Севастополе детей на пляже убивали. Просто убивали. Пляж бомбили. Это что, военное значение пляж имеет? В Дагестане 15 полицейских погибло. Все теракты, чтобы каждый помнил, финансируются. Миллионы долларов на это тратятся. И когда они все произошли? После форума мира в Швейцарии. Вот их мир. Убивать детей. Поставлять ракеты и санкционировать удары по детям. Вот мир, о котором говорили на швейцарской конференции. Мы должны помнить это. И эти же рожи. Вот представьте, самое дикое. Эти же рожи, кто сегодня одобряет убийство детей в Севастополе, кто одобряет развязывание войны на Украине, эти же рожи через несколько месяцев вылезут и скажут, давайте научим Беларусь проводить президентские выборы. Догорите вы в аду, сволочи и мерзавцы! Как вы смеете вообще кого-то учить после того, что вы творите? Вот это надо помнить. Поэтому сегодня, вы абсолютно правы, мы боремся за независимость и суверенитет нашей страны. И эта независимость спасает нас от войны. Кстати, еще одна важная дата. 23 июня 1994 года. Первый тур прошел выборов президента Беларуси. Ведь для страны тоже такое знаковое событие. И действительно, вот опять же, говоря о суверенитете, говоря о независимости, ведь именно исход тех выборов и решил вот судьбу Беларуси, давайте говорить прямо, может быть слишком пафосно, но тем не менее, это так. Потому что настоящий суверенитет действительно достался Беларуси только благодаря тому, что... Не пафосно. На выбор президента Лукашенко. Абсолютно вы правы. И давайте вернемся. Многие же не жили в это время. У нас молодежь родилась в 2000 году. Они живут в независимой суверенной стране. Им, кажется, всегда так было. Нет. Что такое Беларусь в 1994 году? Развалена экономика. Полностью развалена. Сильные позиции националистов, такие же, как на Украине. Вот те украинцы. Правый сектор, АЗОВ. Вот чтобы понимали, белорусы простые, кто не знает. Все то же самое было здесь. Поздняк, Белорусский народный фронт, Запад финансирует, огромные деньги вкидывает в эти националистические организации. Они имеют серьезные позиции в вертикали власти. Не только в Верховном Совете, в депутатском корпусе. В исполнительной власти. Дальше. Значит, разлад в самой власти. Нету никакой централизации. Все распродается. У меня отец был тогда, председатель комитета по САМИ, ну, 37 лет ему был. Говорит, все распродавали, все воровали, распродавали, продавали. Значит, воинские части целые продавали. Все продавали. Танки, самолеты. Все, что здесь было, наследие СССР. Все воровали, сволочи. На этом фоне коррупция, преступность, нищета. Людям нету денег, нету питания, нет элементарных вещей. И самое главное, вертикаль власти развалена. Нету никакой централизации той, которая должна быть. На этом фоне, в борьбе, серьезнейшей борьбе с националистами, с полунационалистами. Знаете, мягкий националист, Сушкевич. Это значит, интеллигентное лицо и кровавое нутро. То есть, это вот как на Украине начиналось. Не сразу же пришли националисты к власти. Начиналось все с мягкого национализма. Ну, давайте вот тут немножечко язык запретим. Вот здесь немножечко давайте якобы поддержим национально. На самом деле это все привело потом к тем последствиям, которые на Украине и произошли. И на этом фоне побеждает Лукашенко. Он услышал народ. Он видел, что происходит со страной. Он говорил вещи, которые люди хотели слышать. Союз с Россией, восстановление власти, борьба с преступностью, борьба с коррупцией. Простые, понятные вещи. А самое главное, он был из народа. За ним не было никого, ничего, кроме людей. Никаких партий за ним не было. Никаких общественных организаций за ним не было. Ни депутатов каких-то там властных структур. Вот в этом его была сила. Он пришел, а за ним только народ. Почему он потом настороженно всегда относился к партиям и правильно делал? Там все партии его предали, чтобы вы знали. В 96-м году в Верховном Совете все партии почти предали его к чертовой матери. ЛДПБ не было в парламенте, мы были за него. Все предали, все партии предали тогда. И он ко всему к этому настороженно всегда относился, говоря, я с народом. Я там ни с партиями, ни с общественными организациями, ни с какими-то маниклатурами. Я с народом. Почему? Тогда, в 94-м году, его поддержал только народ. И спас он Беларусь. И вот спасал не один раз, не только в 94-м. Он в 96-м спасал, в 2001-м, в 2010-м. Сколько существует Беларусь, столько нас пытаются уничтожить, развалить изнутри, развалить и оторвать от России. И вот он в эти тяжелейшие годы возглавил страну. И лозунг у него был такой, который актуален до сих пор. Всегда он актуален. Отвести страну от пропасти. Он ее тогда отвел. А нас все время туда, в эту пропасть хотят затолкать. В 20-м году кинуть ее, быстренько нас туда, в эту пропасть. И он много раз нас оттуда отводил. Поэтому мы не преувеличиваем. Это на самом деле правда. Нас спасло то, что в 94-м году мы избрали адекватного человека, который был патриот, который спас страну. Но еще один момент. Вот у нас на самом деле и народовластие. Не было бы у нас народовластия, так не спас бы никто нас. Потому что на самом деле судьбу Беларуси решал в 94-м году белорусский народ. И он ее решил. Он позволил сделать Лукашенко так, как народ хочет. А в Украине не дают народу решать. Вот если бы сейчас провести честные выборы на Украине. Что бы украинцы сказали? Мир хотим. Остановить войну. Не дают. Потому что нет никакого народовластия. Поэтому по сути народ спас страну в 94-м году. Избрав человека, который сделал все, чтобы мы жили в суверенной независимой стране. Олег Сергеевич, еще одна важная тема. Тема спорта. Вот на данном этапе действительно белорусские атлеты завершили выступление на спортивных играх стран БРИКС. В Казани завоевав почти две с половиной сотни наград. 247 медалей. Вот такой результат Беларуси на играх БРИКС. Как вы действительно оцениваете вообще в принципе проведение этих игр? И вот почему это важно для спортсменов? Очень хорошо, что мы работаем над альтернативными площадками, где наши спортсмены могут выступать, соревноваться, завоевывать медали. Конечно, гордость, когда столько медалей. И я представляю, как спортсмены радуются, когда они могут показать то, над чем они работают сутками, годами. Ведь чтобы завоевать медали, это тяжкий труд. Чтобы показать хороший результат в каком-то виде спорта, это тяжелейшая работа тренера, тяжелейшая работа спортсмена. Это самоотдача, это ты отдаешь себя всего. Это же мы понимаем прекрасно. И конечно же, когда нет соревнований, когда Запад сегодня спорт политизировал, когда сегодня вместо того, чтобы объединять весь мир на борьбу с терроризмом, с экстремизмом, с голодом, спорт всегда этим занимался. Это всегда было общемировое достижение, когда мы там собирались вне зависимости от расы, национальности, политического строя. Все были вместе. Это объединяло человечество. Сегодня Запад спорт приватизировал. Приватизировал Олимпийские игры, превращая их в исключительно политический инструмент. Как вы думаете, почему спортсменам России и Беларуси запрещают участвовать в соревнованиях олимпийских? Почему флага, герба лишают? С одной целью. Они же намекают, идите поменяйте режимы в своих странах, сделайте цветную революцию, сделайте режим такой, который нам будет нравиться, не народу, нам, Западу, и приедете на соревнования. Это ж один из элементов по сути экстремизма. Вот вам теракты, чтобы люди были недовольны властью. Вот вам лишения в спорте, чтобы вы тоже были недовольны. И цель одна, взорвать страну изнутри. Какое это отношение имеет к спорту высоких достижений и к мирному спорту, к спорту, который объединяет человечество. Поэтому хорошо, что сейчас появились альтернативные площадки. Мы должны сходить из того, что изоляция Беларуси и России невозможна. 80% населения Земли с нами. 80% населения Земли. Те, кто возомнил себя богами, Запад, это не весь мир. Поэтому надо работать вот на этих новых направлениях. Китай, Азия, Ближний Восток, Африка. Огромное количество площадок, где можно проводить соревнования, где могут спортсмены побеждать. А мы должны, болельщики, делать одно. Любить и поддерживать своих спортсменов. Это наши белорусы, наши спортсмены, которые борются для того, чтобы в том числе и мы имели еще один повод гордиться своей родиной, зная, какие белорусы живут здесь. Поэтому дай бог успеха и поздравляю наших спортсменов от всех белорусов с этими успехами на соревнованиях. Кстати, то, что касается темы БРИКС, еще одна важная история. Иран призвал страны БРИКС к взаимной отмене виз для их граждан. По большому счету, тема БРИКС уже сейчас очень активно в информационном поле звучит. Для чего звучат такие призывы и почему это важно? И не только БРИКС. То есть мы, Беларусь, чтобы знали, постоянно работаем для того, чтобы нашим гражданам было меньше стран, где есть визы. Вот Вьетнам, мы сейчас недавно проголосовали в парламенте, будет безвизовый режим. Работает правительство над том, чтобы были прямые рейсы, чтобы люди могли отдыхать в разных странах. И, конечно же, в рамках БРИКС эта работа тоже будет проводиться. Она уже проводится. Для чего? Чтобы бизнес развивать, торговлю развивать, туризм развивать, чтобы мы видели мир больше. Ведь мир не состоит там с Европой. Мир состоит с разных стран. Мир большой, красивый, огромный. И надо над этим работать. Поэтому это отлично развивает, укрепляет отношения и в рамках БРИКС. Это развивает отношения между дальними уголками Земли, с нашей страной. И эта работа, чтобы вы знали, и слушатели наши знали, она постоянно проводится и депутатами парламента, и МИДом, и правительством. Там, где мы чувствуем безопасно это можно делать, мы будем отменять визы, мы будем упрощать таможенное законодательство, мы будем упрощать законодательство в сфере бизнеса и торговли для того, чтобы развивать и отношения, и экономические связи, и культурные связи. Это все помогает нашей стране становиться сильнее. Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Президент США Джо Байден скоро втянет страну в Третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп. Вот сейчас на данном этапе он заявляет о том, что при Байдене уже, в принципе, преступность США вышла из-под контроля. Европа в хаосе, а Ближний Восток взрывается. Вот прав ли Трамп? Конечно, прав, но Третья мировая уже идет. Не летят ядерные бомбы. Ну так они не летят, потому что все на войне сейчас зарабатывают доллары. Доллары, доллары. А когда ядерные бомбы полетят, доллар будет не нужен. Поэтому и не летят, потому что с ядерной войной закончится все. Не будет ни доллара, ни миллионных прибыли у военных корпораций, ничего не будет. А Третья мировая идет, просто она идет по-другому. Совсем по-другому, чем раньше. Ну а разве это не Третья мировая, когда такое сильнейшее противостояние? Сколько гибнет людей каждый день? Каждый день. Сколько детей гибнет каждый день? Сколько уничтожается людей? Сколько лишается домов? Сколько людей лишается всего? Что, это не война? Или это ерунда какая-то? Нет. Уже сегодня мы понимаем, что с каждым месяцем становится хуже. С каждым годом становится хуже. И вот эта бездумная политика Соединенных Штатов по попытке удержать свою гегемонию в мире, по попытке заработать еще больше денег на этих военных конфликтов, развязывая их постоянно по всему миру, а сейчас прилагая все усилия в Европе, чтобы украинский конфликт разросся дальше, чтобы туда втянуть Польшу, Прибалтику, Германию, Францию, Беларусь, чтобы вся Европа полыхала. Это же страшно к каким последствиям может привести. Поэтому, ну и Трампу я не верю. Я никому не верю. Я верю только нам. И не верю, что какой-то президент США сейчас что-то остановит. Они все зависят от военно-промышленных корпораций. Они красиво говорят, многие. Но что они будут делать, большой вопрос. Поэтому мы должны становиться еще сильнее. А мир должен понимать, что не надо рассчитывать на США. Мы должны работать над безопасностью, над тем, чтобы не было войны, самостоятельно, ища партнеров тех, кто на самом деле в этом заинтересован. Не США должны вершить судьбу миру, а мы все вместе. Нету каких-то вершителей. Мы и выступаем за справедливый мир. За мир, где слышат каждого, каждый голос любой страны. А не говоря, вот вы третий сорт, вот вы второй сорт, а мы первый сорт. И мы за вас будем решать, что будет происходить в мире. Поэтому прав, конечно, Трамп в этом заявлении. Но и ему я тоже не верю. Я верю нашим лидерам. Я верю Лукашенко, Путину. Потому что они живут с нами. Они хотят, чтобы мы здесь жили хорошо. А другим я никому не верю. Еще одна тема. Вот тема беженцев. Мы уже здесь не единожды в этой студии обсуждали. Но, тем не менее, сейчас украинским беженцам в Германии следует либо устроиться на работу, либо вернуться в родную страну. Об этом заявил председатель земельной группы христианского социального союза в Бундестаге. И, по его словам, в Германии необходимы более строгие обязательства для граждан, которые ищут убежище. Вот еще одна история. Ведущая оппозиционная партия Польши право и справедливость призывает правительство в одностороннем порядке аннулировать миграционный пакт Европейского союза. То есть, по большому-то счету, мигранты, беженцы в Европе не нужны. Давайте скажем правду. Европу втягивают в войну. Европейцы это тоже понимают. В том числе правящие элиты. Они прекрасно понимают, что, отправив своих солдат на фронт, на украинский, они получат гробы и их сметут со своих должностей, недовольные европейцы. Они не примут это. Поэтому, естественно, надо выбирать. Кого отправлять на фронт? Украинцев. Не своих граждан. Украинцев и белорусских беглых, кстати, в том числе, в Польше скоро отправят тоже. Мы про это говорили. Им скажут, слушайте, свобода Беларуси, в их понимании, начинается со свободы Украины. Поэтому, друзья, собирайте манатки и отправляйтесь на фронт. Это их ждет. Потому что у Европы, их тянут американцы в этот конфликт. Забирают все ресурсы. А сейчас стоит острый вопрос не в ракетах, а в тех, кто будет воевать на территории Украины. Ведь население сокращается. Ведь те, кто идейно был, вот на стри этой войны, националисты эти все, которые шли в первых рядах, их уничтожили большинство. Сейчас мобилизуют всех подряд, людей не хватает. Нужны люди. И американцы Европу заставляют этот конфликт продолжать. Значит, надо не только ракеты. Если есть патрон, а нет людей, что толку от этого патрона? Поэтому мобилизация, она же имеет свои резервы на Украине. Но пройдет еще полгода. Год. Кого мобилизовать? Кого? Женщин уже мобилизуют. Детей уже практически мобилизуют. Остались богатеи, которых не мобилизуют. Верхушка вокруг Зеленского, который дома покупает, они на фронт не пойдут. Власть на фронт никогда не пойдет. Пойдут простые люди. Поэтому, естественно, это прорабатывается с киевским режимом, чтобы тех украинцев, которые по каким-то причинам сбежали от войны, их отправить на фронт. Следующие беглые белорусы для того, чтобы не отправлять свои войска. Вот в чем идет речь. Поэтому мы это прогнозировали здесь, что никогда никто об украинцах не заботился. Там в Европе и о белорусах тоже. Они думают о себе и нужна была дешевая рабочая сила. Но когда стоит вопрос, дешевая рабочая сила или отправлять свои войска на фронт, конечно, лучше отправить беглых украинцев и белорусов, а не свои войска. Ну что же, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении сегодняшнего эфира. Конечно же, подробности рабочей поездки президента в Минскую область, строительство современных молочно-товарных комплексов, укрепление социальной сферы регионов, развитие городов-спутников. Слушайте, ну такие вот приятные, позитивные, хорошие темы под пристальным контролем президента. Вот наши граждане должны понимать это и ценить. Это должны понимать все, потому что, вот смотрите, поляки заговорили о том, что они закроют два последних погранперехода с Беларусью. А вот суть же в чем? Причина, почему они хотят закрыть? Они говорят, мы хотим избежать агрессии со стороны Беларуси, и вторая причина, якобы мы устроили миграционный кризис. Так правда же в чем? Пусть посмотрят, чем занимается наш президент. Открывает новые объекты, хочет, чтобы развивалась страна, хочет, чтобы люди спокойно, мирно жили. Какая агрессия? Какая война? Да не нужны вы нам. Вы за нами посмотрите, посмотрите график президента на неделю, и чем он занят вообще? Он о чем говорит, когда с гражданами страны встречаются? Он говорит о мире и о созидании. А вы закрываете погранпереходы, своим же гражданам вредите. Уничтожаете культурные, бизнес-связи последние. И миграционный кризис. Друзья, да вы не решите этим закрытием. Ничего же не будет. Мигранты поползут под землей, через колючую проволоку. Надо корни миграционного кризиса решать. И один из вариантов, кстати, для поляков, который лежит на поверхности, наоборот, наладить отношения. Вы же дураки не понимаете. Вы не уберете Беларусь в карты. Вы пока не наладите отношения, ничего хорошего не будет. Поэтому, а если брать с точки зрения белорусов, то, конечно, приятно смотреть, что президент не какими-то абстрактными вещами занимается, как во многих странах, рассказывая красивые слова о гендерном равенстве, а занимается житейскими проблемами белорусов, тем, чем мы все живем. Детьми, жизнью обычной, нормальной, и тем, что беспокоит каждого белоруса. И это вызывает, конечно, уважение и радость. Ну что ж, спасибо огромное. Вот на этой позитивной ноте будем завершать сегодняшний эфир. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании СБ.Бай на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-Радио 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич, заемкий разговор. Всем отличной, хорошей летней, жаркой недели. И, конечно же, до встречи в буднях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok